Давайте вообще поймем, как работает подсознание. Подсознание — это огромная-огромная библиотека, где есть библиотекарь, оператор, который настроен четко отвечать на запросы сознательного разума. Итак, если подсознание 10 лет подряд получало посыл сюда, подсознание, оно где-то находится в районе солнечного сплетения, болезнь — это норма, болезнь — это норма. А что ты хотел, Чернобыль? А что ты хотел, погода? А что ты хотел у твоих родственников? То есть подсознание получало программу, что болезнь — норма. И у него открылась директория, файл, болезнь — это норма. И вдруг человек слушает такое, как меня, и говорит, что болезнь — это не норма. Человек начинает задумываться и начинает посылать новые запросы подсознанию. Например, болезнь — это не норма. Подсознание говорит, чего? То есть задача подсознания — усомниться. Оно включает сопротивление, оно включает сомнение. Почему? Потому что 10 лет оно получало одну программу, тут ему дают другую программу. Соответственно, у него включается естественное сопротивление. А я правильно услышал? Хозяин, ты точно уверен, что ты хочешь исцелиться? Поэтому оно отвечает сомнением. Что такое сомнением? А правда ли это? Поэтому если ты будешь дальше настаивать и наставить, да, подсознание, да, я передумал, то есть 10 лет я болел, теперь я решил быть здоровым. То есть вы подсознание все время доносите. Можно мне было решить, что болезнь — это норма. Но только я так решил. И у меня были причины так решить. А теперь я решаю, что болезнь — это не норма. Подсознание некоторое время еще колеблется. Оно еще такое, знаете, вот оно такое, потышка. Оно достаточно длительно находится в состоянии сопротивления. А потом в какой-то момент у него как проваливается такая, я называю это, монетка. Раз — и провалилась. И подсознание говорит, точно, хозяин приказал новую программу. Здоровье — это норма. Мое тело — это самоисцеляющее. И подсознание открывает новую директорию, теперь где здоровью быть. Оно открывает, и вы начинаете его питать, 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 питать. У меня есть видео, там, где фокус, там и энергия. То есть подсознание начинает питать, 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 питать. Количество переходит в качество, и в какой-то момент — бинго! У вас как пазл сходится, и такой ночью просыпаетесь, и у вас такое — вау! Так действительно здоровье — это норма. А что-то я вдруг решил когда-то, что болезнь — это выгодно. А что-то я вдруг решил, что если я буду болеть, я не пойду на работу. Если я буду болеть, муж меня не оставит. Подсознание — очень своя интересная логика. Поэтому мы когда-то принимаем решение, например, что у болезни всегда есть вторичная выгода. Поэтому очень важно прорабатывать с подсознанием. И очень важно прорабатывать именно с коучем. Ребятки, работайте индивидуально хорошо, но всё-таки нужен тот, кто вам поможет, я называю это сталкерством, опуститься в более глубокие скоучи.